Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с новостями Армении и Азербайджана. Встреча в Брюсселе сорвана. Алиев отказался встречаться с Пашиняном из-за Макрона. Прошла такая информация, что в МИД Армении заявили, что Пашинян хочет встречи с Алиевым только при участии Макрона. Видите, вот Макрон обнимается с Пашиняном у них. Там любовь, наверное. Так, и вот тут еще статья такая была. Надо было вовремя слушать Алиева. Макрон сорвал посредничество Евросоюза. В общем, Малиев дал понять, что Макрон не будет посредником при встрече с Пашиняном. В общем, категорически отвергает там его присутствие. Встреча с премьер-министром армии Николом Пашиняном в Брюсселе, планируемая на 7 декабря, не состоится. Об этом сообщил президент Алихам Алиев на международной конференции вдоль среднего коридора «Геополитика и безопасность экономика». Встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря, но вчера Хикмет Гаджиев меня проинформировал, что с ним связались из офиса Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр армии Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Макрона. «Это означает, что эта встреча не состоится», — сказал Ильхам Алиев. И вот тут комментарий есть. «Супер! Наконец-то наш президент начинает показывать свой характер твердого и жесткого в отношениях с врагами руководителя». Браво! Так что уже Макрон, как сказать, не доверяет, ну, как сказать, Ильхам Алиев не доверяет Макрону, этому посреднику. Говорю, пускай они там любят друг друга, целуются в засос, но Ильхам Алиев, говорю, совершенно не хочет видеть этого Макрона продажного. Так, и вот еще в Госдуме России Армению назвали незаконным государственным образованием. В общем, страна Армении — это незаконное образование. Это заявил, так, покажу этот Федоров, кажется, да, депутат. Российский депутат, отправящий партии «Единая Россия» Евгений Федоров заявил, что Армения — тупиковая страна. Армения зашла в тупик, в полном тупике сейчас будет находиться там, да, сейчас ситуация очень интересная будет в Армении складываться. Так, Армения в полном тупике, где фиксируется русофобия, с которой нужно решать вопрос. Да, недавно были митинги протеста против Путина, против России, в общем, и против Лукашенко еще были плакаты там. Так, он прокомментировал митинги против визита в страну Владимира Путина. Все правильно. Власть в Армении была поставлена США в процессе оранжевой революции, как и в Киеве. В то же время Армения — тупиковая страна в геополитическом плане. У нее от России, типа, зависит выживание, заявил депутат. Но этот Федоров не дурак, да, он понимает, что если Путин посчитает, что Армения враг, он просто заблокирует ее. Ну, типа, при помощи Грузии подключить, скажем, все, никаких экспорта, импорта товаров. Еще и раны у него там эти мулы, тоже друзья, кореша, как сказать, у Путина эти. Они тоже Армению заблокируют с этой стороны. А тут еще Азербайджан и Турция с двух сторон. Тогда уже все, Армении, да. Вообще шансов выжить не будет никакой. Она в полуизоляции будет. Так, и вот Федоров заявил, что да, от России зависит выживание Армении. По его мнению, в стране нужно решить вопрос русофобии. Армяне сейчас ненавидят русских, конкретно уже настроены против Путина, против власти этой. Так, как решать вопрос, упростительный знак? Армения вышла из состава СССР по закону, упростительный знак? Нет, значит, это незаконное государственное образование. Действовать нужно, исходя из этого, заявил депутат. В общем, что-то там в России возбудились. Они хотят вообще там присоединить, чуть не Казахстан уже там. Сейчас еще и Грузию захотят себе присоединить уже. И Армению потом скажут, это незаконное образование к России присоединить. В общем, там что-то с головой не в порядке у правительства России в последнее время. Сейчас казахи очень напуганы, что может быть... А вот Казахстан, красная карта. Что Путин, может быть, угрожает уже и... Ну, как целостности Казахстана. Там считают, что России принадлежат земли в Казахстане. И еще пойдет наступление на Казахстан после Украины. В общем, каждый день все новости интереснее и интереснее. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok